Глава региона провёл совет безопасности, где обсудили трагедию в Вишкайме. Напомним, мужчина открыл стрельбу в детском садике, застрелил воспитательницу двоих детей, а после свёл счёты жизнью. Ранний ружьё он забрал у 68-летнего местного жителя, которого также застрелил. Глава региона выразил соболезнования родным и близким и вместе с другими участниками почтил погибших минутой молчания. Коллеги, вы все знаете о мужественном поступке Хольги Митропановой, воспитательницы детского сада, Глава региона, которая пыталась пригодить ход в спальню детишек, совершенному преступнику и погибла от его рук. Возможно, что если бы не эти её действия, жертв в среде детей было бы намного больше. Считаю, что Хольгу Владимировну необходимо доставить государственной награде за праву смелость и решительность проявления и спасения людей в стремальных условиях. Губернатор отметил, что будет ходатайствовать перед палпредом президента, перед самим президентом о награждении женщины. У Ольги Митрофановой осталась дочь. Сейчас оформляется опека на бабушку девочки. Губернатор поручил Министерству демографической политики помочь семье со всеми вопросами. Ещё одна воспитательница получила тяжёлое ранение. Её экстренно прооперировали в Ульяновске. А затем отправят спецрейсом в Москву, где продолжат лечение. Мы договорились с медицинским катастрофом, чтобы быстро и безопасно доставить Елену Викторовну в специализированную клинику. Благодаря родителям этой отважной женщины были спасены в жизни других эпидемийшек. Я выражаю самую глубокую признательность Елене Викторовне. Я хочу пожелать ей здоровья и скорейшего здоровья. Кроме того, прошу также пора работать в вопросе о предоставлении Елены Викторовны государственной награде. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а пострадавшей работнице детсада – 500 тысяч рублей. Администрация района взяла на себя все расходы по организации похорон. С родителями и родственниками детей работают психологи. После Совета безопасности губернатор выехал на место, где встретился с родственниками погибших и педагогическим составом детского сада.